АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо за то, что меня пригласили. И что вы не побоялись прийти послушать мою лекцию со страшным названием, я действительно буду много употреблять слова из трёх букв, безопасность которого не доказана. Никто не проверял на грызунах, что будет, если им рассказывать ГМО, 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 повторять много раз. Может быть, у людей это может вызвать рак или какое-нибудь другое заболевание, незапланированную беременность или что-нибудь в этом роде. На самом деле, даже сами генетически модифицированные организмы или ГМО изучены лучше, чем это слово. Но для чего вообще создаются генетически модифицированные организмы? Например, инсулин. Я думаю, что у большинства присутствующих здесь есть какие-нибудь родственники или знакомые, которые болеют диабетом. И практически весь инсулин, который используют диабетики, производится с помощью генетически модифицированных микроорганизмов. берут ген из человека, переносят его в бактерию или в другой микроорганизм, и дальше он производит человеческий инсулин, который абсолютно такой же, как наш инсулин. До этого приходилось использовать инсулин из свиньи, но свинья отличается от человека, у него немножко другой инсулин, и это могло приводить к некоторым негативным последствиям. Вот эти вещества, группа веществ, называют сантоциан, они придают такой темно-синий цвет многим ягодам, и благодаря этому, точнее, не совсем так, эти вещества, они на самом деле достаточно полезны. И есть ряд исследований на животных, показывающих, что они превращают развитие раковых заболеваний и ожирение у некоторых животных. И вот сделали генетически модифицированные помидоры, богатые этими антоцианами, вот они такие темные, и они меньше подвержены плесени, и они, например, в два раза дольше хранятся. А раз они дольше хранятся, значит, вы можете дольше держать их на грядке, они производят больше питательных веществ, и поэтому они, в принципе, должны быть еще и более полезны и вкусные. Однако, пока что мы не можем попробовать их на вкус, потому что они еще не вышли на рынок, их еще нету, может быть, через пару лет появятся. Можно сделать гипоаллергенные яблоки. Оказывается, у некоторых людей есть аллергия на яблоки, это потому что в яблоках есть некоторый белок, можем взять ген, который кодирует этот белок, и уменьшить производство этого белка, грубо говоря, изменить этот ген. Можно сделать не только гипоаллергенные яблоки, но и другие организмы, на которые бывают аллергии, тоже сделать их менее опасными для аллергиков. Можно практически любой продукт сделать более сладким. Вот в этих тропических растениях есть белок, который называется талматин, он в тысячи раз сваще сахара. Можно взять ген, который кодирует этот белок, перенести его куда угодно, например, в клубнику, в какую-нибудь ягоду кислую и так далее, и она будет сладкой, но при этом в ней не будет больше сахара. Много сахара, как мы знаем, это не очень хорошо. Можно сделать растения, устойчивые к вредителям. Это является альтернативой тому, что мы поливаем поля огромным количеством инсектицидов. Эти инсектициды повреждают не только тех чунистоногих, которые вредят нашим полям, но и некоторых других чунистоногих, которые просто мимо пробегают. Например, некоторые хищные чунистоногих, это пауков или божьих коровок. И вот было даже показано, что если мы переходим на генно-модифицированные растения, устойчивые к вредителям, то мы можем увеличить количество этих хищных чунистоногих, они даже разбегаются на соседние поля и тем самым защищают их тоже от вредителей. Ну вот несколько таких фактов. Вот эта технология с устойчивостью к вредителям и к инсектицидам позволила добиться того, что урожайность фермеров увеличилась на 20%, использование пестицидов сократилось на 37%, а суммарные доходы фермеров на 68%. Эта статья опубликована в журнале PLOS ONE. Подробности можно узнать в этой статье. Понятно, что это уменьшение количества использованных пестицидов не очень нравится тем, кто производит эти пестициды. Есть такая история про экохрюшку. Всем живым организмам нужен фосфор. Хрюшка получает фосфор в виде некоторого корма, и в этом корме фосфор присутствует в большей степени в плохо усваиваемой форме для свиней. В итоге большая часть фосфора проходит через хрюшку насквозь, оказывается, в ее экскрементах, они попадают в ближайшие водоемы, и там начинается цветение водоемов, потому что водоросли всякие в этих водоемах умеют усваивать эту форму фосфора. Там погибает рыба из-за того, что эти водоросли производят всякие токсичные метаболиты. Возникает маленькая локальная экологическая катастрофа. Придумали экологически чистую свинью с геном бактерий, которая усваивает вот эти плохо усваиваемые формы фосфора. Казалось бы, ну, собственно, идея была в том, что сторонники, защитники окружающей среды, они скажут, вот, замечательная свинка, давайте таких свиней всюду внедрим, давайте мы будем именно их использовать. Но поскольку все боятся ГМО, то, видимо, мы еще не доросли до этой технологии, и проекта коммерческой поддержки не получил. Есть такая серьезная проблема в развивающихся странах, нехватка витамина А. Вот девушка, наглядный пример, она ослепла, потому что ей не хватало этого витамина. Оказывается, в развивающихся странах до 500 тысяч человек ежегодно слепнет, и половина из них, к сожалению, в течение года после этого диагноза погибает. Чтобы решить эту проблему, был придуман золотой рис. Генетически модифицированный рис, богатый бета-кератином. Это предшественник витамина А. Сначала он был не очень удачный, нужно было съедать килограммы этого риса, чтобы не ослепнуть. Понятно, что это как-то не очень продуктивно. Но потом сделали новую модификацию, которая устроена так, что 75 граммов золотого риса достаточно, чтобы вас не ждала судьба этой девушки, даже если вы живете в бедной стране. А это филиппинцы, которые уничтожают экспериментальные посевы золотого риса, то есть они не были предназначены на продажу. При этом эта технология развивалась с тем, чтобы быть бесплатной для мелких фермеров, и она вообще могла спасти множество жизней, в том числе на Филиппинах. Филиппин — это один из тех неблагоприятных участков нашей Земли, где люди действительно слепнут из-за нехватки витамина. Видимо, люди боятся этого ГМО и поэтому выступают против. В России тоже боятся. У нас три четверти россиян честно признались, что они готовы платить больше за продукты, которые не содержат ГМО. Ну и четыре пятых считают, что ГМО вредны и что их нужно запретить. Возникает вопрос, а почему люди боятся ГМО? Пока вы читаете полный список людей погибших из-за ГМО с указанием их имен, я расскажу вам про ДГМО. ДГМО — дегидрогеномонооксид. Это химическое вещество без света и запаха. По данным СССР, только в 2011 году 359 тысяч человек погибло из-за этого вещества. Его используют для охлаждения ядерных реакторов, в химической промышленности, в производстве пестицидов и ядов. Его сливают в реки и озера. Его можно обнаружить практически в любых пищевых продуктах и напитках. В его основе есть радикал гидроксил, который приводит к мутациям в ДНК. Ну вот в 1997 году 14-летний школьник Нейтан Зонер опросил 50 человек своих одноклассников, стоит ли запретить это вещество, ДГМО. В 43 сказали «да», в 6 сказали «не знаем». И только один догадался, что все это время речь шла о воде. Дегидрогеномонооксид, 2 водорода, 1 кислород, H2O. Ну не только школьников можно развести таким образом. Вот это члены парламента Новой Зеландии, которые тоже пытались запретить ДГМО. Может быть, люди боятся ГМО по той же самой причине, по которой они боятся ДГМО, потому что они не понимают, что это такое. Ну вот был проведен опрос в России. Верно ли, что обычные растения, картофель, помидоры и так далее, не содержат генов, а генетически модифицированные растения содержат? И только 23% ответили правильно – нет. На самом деле гены есть у всех живых организмов, у людей, у бактерий, у растений, у грибов. Ну и гены состоят из ДНК. В США, люди в США не сильно, скажем так, более образованы в этом смысле. Нужно ли вводить обязательную маркировку? Повели такой опрос. Вот продуктов, содержащих, созданных с помощью генной инженерии, то есть ГМО. И 82% ответили, что да, нужно вводить такую маркировку. Но тот же самый социологический опрос показал, что 80% американцев хотят ввести маркировку на продукты, содержащие ДНК. То есть те же самые гены. Ну вот тот, кто проводил этот опрос, Джейсон Ласк, он прокомментировал, что нужно ввести такую маркировку. Этот продукт содержит дезоксирибонуклеиновую кислоту, ДНК. Беременные женщины имеют высокий риск передачи ДНК своим детям. Я думаю, что если бы вы были производителем каких-либо продуктов, вы бы не захотели такую маркировку вешать на свои продукты, несмотря на то, что это совершенно безобидная вещь, ДНК. Ну, казалось бы, вы задекларируете, что у вас есть ДНК, да? Путанец вокруг ГМО и не ГМО. Вот иллюстрируется такая картинка. Ее часто показывают по телевизору. Говорят, смотрите, какой страшный бык, созданный генными инженерами. Он не натуральный, он же ужасен. На самом деле, эта селекционная порода, выведенная еще в 1800 году, она называется Бельгенблю, она не создана методами ген-инженера, тогда не было даже представления о том, что такое гены. Но вот люди рассуждают на тему, вот натуральное, это, наверное, полезно, а то, что искусственно сделано человеком, это, наверное, вредно. И это, на самом деле, логическая ошибка, которая даже имеет свое название, натуралистическая ошибка, и мы сейчас в этом убедимся. Вот смотрите, это список различных патогенов, которые вы можете подцепить из пищи. Клостридии, патогенные штаммы кишечной палочки, сальмонелла, лиштерия, шигела, вирус гепатита А и так далее. Все это совершенно натурально и может вызвать у вас натуральный понос. Ну или смерть, если вам не повезет. И все это не содержит ГМО, все это придумано природой, а не человеком. В 2011 году была вспышка инфекции патогенной кишечной палочки, 3950 человек заразилось, 53 человека погибло. Оказалось, что виновником является органическая ферма, то есть ферма, производящая натуральные продукты, на север Германии. Речь не о том, что натуральные органические продукты какие-то особенно опасные. Такая история могла бы случиться с кем угодно, с любой фермой, а о том, что натуральные не есть синоним безопасного или полезного. В США натуральными патогенами отравляется 40 миллионов человек в год, более 100 тысяч госпитализаций, более 3000 смертей. Но почему-то все говорят о страшных рисках ГМО, от которых никто не умер, и почти никто в СМИ не рассуждает о том, может быть, нужно обсудить проблемы пищевой безопасности, связанных с отравлениями. Ну, натуральная ОСПа и искусственная вакцина от ОСПа. Одна спасла множество жизней, другая унесла, но она, конечно же, одна из них натуральная, другая искусственная, созданная человеком. На самом деле все мы здесь присутствующие являемся генетически модифицированными, G-Suite GMO. Между мной и любым присутствующим здесь в зале около трех миллионов генетических отличий. Много это или мало? Ну, это, с одной стороны, всего лишь 0,1% от нашего всего генома, от всей нашей ДНК. С другой стороны, количественно это больше, чем, скажем, если в меня встроили 5 генов из банана. При этом в каждом новом поколении человека возникает около 50 новых мутаций. То есть у ребенка есть половина хромосом от мамы, половина хромосом от папы. Возникает некая новая, уникальная комбинация генов, вариантов генов за счет вот этого. Но, кроме того, 50 совершенно новых мутаций, которых не было ни у папы, ни у мамы. Вся эволюция жизни на нашей планете — это история изменения генов, появление многолечной жизни, появление динозавров, появление человека. Понятно, что мы возникали, потому что появлялись мутации, а потом на них действовал естественный отбор. Селекция — это тоже изменение генов. Вот слева показана дикая кукуруза, тиозинт. Можете сравнить ее с монеткой. А справа — современная кукуруза, которая отличается как размером, так и цветом, так и питательностью, и всем остальным. Понятно, что за всеми этими морфологическими изменениями и качественными слежит отличие в генах. Ну и некоторые методы селекции достаточно интересны. Например, можно обработать эти растения ядом-калухицином, который приводит к тому, что в клетках накапливается ДНК. Можно взять семена, обработать их радиацией или химическими мутагенами. И вы получите натуральный, естественный продукт, который можете маркировать, как органик, не содержит ГМО. Почему-то вот эти источники мутации, мутаций этих будет много, они будут совершенно непредсказуемые, и мы не знаем, что они будут делать. Это никого не смущает, но всех волнует ГМО, когда мы точно знаем, что именно и куда мы вставили. Перенос генов из одного организма в другой тоже придуман природой. Бактерии постоянно обмениваются ДНК. Вот здесь показана, например, кольцевая плазмида, молекула ДНК, кольцевая, которая переносится из одной бактерии в другую. Часто такие плазмиды несут гены устойчивости к антибиотикам, что представляет некоторую проблему для нашей медицины. Бактерии могут захватывать ДНК из окружающей среды, а могут обмениваться ДНК благодаря вирусам, бактериям, которые называются бактериофаги. Масштабы, в которых гены переносятся из одного организма в другой в природе, тоже колоссальны. Про это будет следующий слайд. Но сейчас я расскажу про то, что бактерии могут переносить свои гены в растения. И вот есть бактерия, агробактерия, которая живет в почве, может быть, у вас на даче, и она может перенести свою ДНК, свои плазмиды, внутрь растительной клетки, и дальше эта ДНК интегрируется в растительную хромосому. И каждый раз, когда эта ДНК будет удваиваться, а клетка делится, вот эта вставка бактериальных генов в растительные клетки будет наследоваться и передаваться всем остальным клеткам. Собственно, похожий механизм и лег в основу одного из главных методов генной инженерии с помощью вот этой самой бактерии. Мы просто заставляем бактерии переносить в растения не гены, которые нужны бактерии, а гены, которые нужны нам, гены, которые делают растение устойчивым к холоду, к засухе или к вредителям, или делают его более вкусным и полезным. Ну вот, собственно, я говорю про масштабы переноса генов. Вот в этого жучка было перенесено в одну из его хромосом треть всех генов бактерий, которые называются вальбахи, она нарисована слева. Это не один ген, не два гена, не десятки генов, а сотни генов, которые были перенесены из одного организма, из бактерии в чернистоногое. Это те масштабы, в которых работает природа. То, что мы делаем в лабораториях, это несопоставимо меньшее изменение, меньшее вторжение в геном. Безопасность ГМО подтверждается многочисленными исследованиями. Я начну с примера российских исследований. У нас, например, есть такая Надежда Тышко из Института питания РАМ. Она опубликовала с авторами более 13 крупных исследований о ГМО в период с 2001 по 2011 год. Я приведу пример одного из этих исследований. Исследовали, как ГМ кукуруза влияет на крыс в течение трех поколений. Они анализировали 630 взрослых крыс и 2837 крысят не обнаружили никаких негативных эффектов от ГМО. Ну, то же самое, все остальные публикации тоже не обнаружили никаких негативных эффектов. Международная литература. Вот здесь приведена ссылка на обзор. Более полутора тысяч исследований, посвященных безопасности ГМО. Из них более 700 безопасности ГМО в качестве продуктов питания. Тоже за последние 10 лет. Есть исследования до пяти поколений крыс. И все они говорят о том, что ГМО не опаснее, чем аналогичные продукты, созданные методами селекции. Ну вот иногда ссылаются, а как же страшные исследования, например, французских ученых. Там самая популярная статья за авторством такого Сиролини, которые говорят, смотрите, вот видите, вот эта крыса, она ела ГМО. И у нее такая огромная страшная опухоль. Я не боюсь показать вам эту фотографию, потому что на самом деле, когда вам показывают, эти фотографии умалчивают. Важный факт. Такие опухоли к полутора годам жизни возникают у 45% всех крыс этой линии. Это специальная линия крыс, выведенная для исследования механизмов образования рака у млекопитающих. При этом в работе этого самого Сиролини никаких достоверных отличий между группами крыс, которые ели ГМО и не ели ГМО, обнаружено не было. И в итоге статью эту за то, что результаты не соответствовали выводам, и за то, что она была методологически неправильной, из журнала отозвали. Но эту статью по-прежнему цитируют, по-прежнему про нее говорят, по-прежнему показывают этих крыс, хотя можно было показать точно такие же фотографии крыс с такими же опухолями, которые ГМО не ели. Ну вот это ряд организаций, которые говорят о том, что ГМО не опаснее продуктов селекции. Я назову только четыре. Европейская комиссия, Национальная академия наук США, Британское королевское общество и Всемирная организация здравоохранения. Иногда говорят, давайте подождем несколько поколений, чего вам удались эти ГМО прямо сейчас. Тогда давайте откажемся и от сотовых телефонов, микроволновых печей, беспроводного интернета, новых лекарств и новых методов лечения. Все это тоже проверялось на одном поколении в лучшем случае. Это Ирина Владимировна Ермакова, главный борец с ГМО в Российской Федерации. Вот она слева выступает в Государственной Думе. Вот две ссылки на ролики с ее участием, где она делает интересные утверждения, что ГМО — это метод геноцида русского народа, а второе — это то, что люди произошли от Амазона, которые были гермафродитами. Второе — это вот она давала интервью канала РЕН-ТВ, я ее лично спрашивал, правда ли она считает, что так она и есть. Она говорит, что это очень даже хорошая гипотеза. Ну, да. В общем, к этому у меня есть только такой комментарий. Зачем людей пугают страшилками о ГМО? Ну, журналисты, понятно, они гонятся за сенсацией, расскажете про страшилку, будет хороший рейтинг. Оправдывают себя журналисты часто тем, что это равное представительство. Ну как, мы пригласили академика РАН, пригласили академика из Академии Тринитаризма или Меганауки, ну и они тут поспорили, а мы как бы ни при чем. Понятно, что в этих дискуссиях на большой аудиторию побеждает не тот, на чьей стороне научные факты, а тот, кто более хорош в полемических приемах и более харизматичен. Ну, опять же, равное представительство давайте введем в школах, рядом с глобусом поставим вот такой альтернативный глобус, где земля плоская. Ну как, пусть в обе точки зрения присутствуют. Возникает спекуляция на страхе невежести. Вот это вода, которая не содержит ГМО, соль не содержит ГМО, или даже есть презервативы, которые не содержат ГМО. Люди, запуганные тем, что вот есть какие-то страшные ГМО, покупают эти вещи, не понимая, что в общем-то генов-то нет ни в презервативах, ни в воде, ни в соли. Они не могут быть генетически модифицированными. Но люди их будут покупать, потому что они кажутся более безопасными. Безопасный секс в войне, да? А злые корпорации говорят, что есть страшные корпорации, которые хотят нас всех уничтожить. И, может быть, они хотят нас уничтожить, я не знаю, но сравнивают эти корпорации с какими-то одиночными фермерами, которые вот сами выращивают натуральные продукты. Но на самом деле битва идет не между корпорациями и фермерами, а между корпорациями и другими корпорациями. Вот здесь показана схема органик-индустрии. Это компания, которая производит эти самые натуральные продукты. Там, как вы удивитесь, услышите, что там есть Pepsi, Coca-Cola, Nestle и Kellog. С одной стороны, продаем Coca-Cola, с другой стороны, у нас есть компания, производящая натуральные органические чаи, натуральные органические соки, пищевые продукты и так далее. Эти компании дочерние стоят тоже миллиарды долларов. Весь рынок органик-индустрии превышает 80 миллиардов долларов в мире. Вот эта картинка только для Соединенных Штатов Америки, как рост этот рынок органических продуктов в США. И понятно, что этот рост связан не с тем, что есть какие-то там новые инновации, более качественные продукты, потому что они принципиально отказываются от инновации. Они говорят, мы выращиваем продукты так, как выращивали наши деды. Это правильно, они так считают. Но на самом деле, конечно же, рост этих продаж идет за счет того, что люди боятся всего, что ненатурально, в том числе, по их мнению, ГМО. Иногда ссылаются на статью «815 ученых против ГМО», они подписали некоторое открытое письмо, и там 815 ученых из 82 разных стран. Но да, там есть и дети в людей ученые, в том числе, может быть, с нормальной научной степенью. Но давайте посмотрим на список людей, которые подписали эти 815 человек. Лефлексотерапевты, адвокаты, менеджеры, теологи, гомеопаты, веб-разработчики, беспокойные потребители, люди, выбравшие думать, натуротерапевты, бизнесмены, производители органических продуктов, исследователи ведических продуктов. Самые смешные я оставил на закуску. Там есть человек из Индии по профессии «убить султана», стражевой пёс, растущий корпорационной власти, и человек, разводящий куриц. Я не имею ничего против того, что эти люди подписывают открытые письма против ГМО, но почему их называют учеными. Вот у нас есть контрписьмо. Это письмо учёных из одной страны, из Российской Федерации, в поддержку генной инженерии. И вот там есть 49 докторов и 98 кандидатов в наук, и большинство из них медики, биологи, то есть люди, специалисты в этой области. Это письмо было направлено в Министерство образования и науки, и Министерство образования и науки ответило, в целом положительно, ещё в сентябре прошлого года, что развитие биотехнологии — это очень важно, и что никогда Министерство образования не поддерживало депутатов Государственной Думы, которые выступали с тем, что ГМО нужно запретить. Но проходит всего несколько месяцев, и Министерство образования и науки пытается протолкнуть законопроект о том, что в России нужно ГМО запретить, этот законопроект поддерживает правительство, а потом этот законопроект сейчас рассматривается в Государственной Думе. Вот прямо сейчас. Ну и нужно понимать немножко про этот законопроект, что он не мешает Монсанто компании выращивать где-нибудь генно-модифицированные организмы и привозить их в Россию, импортировать. Нет, он мешает нам выращивать генно-модифицированные организмы у себя, свои, например. У нас есть лаборатория, которая производит ГМО. Вот я, как учёный, мог бы сделать какой-нибудь новый сорт картошки, устойчивый, например, к заморозкам, вывезти его в Сибирь и в Сибирь его выращивать и производить дешёвую продукцию, которой можно было бы кормить население на севере нашей страны. Но я этого сделать не смогу. Если я сделаю такую технологию, пусть она будет сто раз замечательной, сто раз безопасной, у меня будет только два варианта. Либо уехать с ней вместе с этой технологией куда-нибудь на Запад, где мне разрешат её реализовать, либо продать технологию той самой Монсанто, которая так и будет оставаться монополистом вместе с Сингентой и ещё несколькими компаниями на этом рынке. В связи с этим я надеюсь, что я смог кратко, насколько мне было позволено временем, объяснить, почему ГМО не нужно бояться, что это хорошо и что не нужно его запрещать. Большое спасибо за внимание. Сейчас у нас будут вопросы, но я воспользуюсь своим привилегированным правом и задам его первый. Есть мнение о том, что геномодифицированные растения окажут дикое какое-то страшное влияние на ту флору и фауну, которые будут распространяться. Это приведёт к созданию страшных сорняков, которые невозможно будет убить, или растения эти вытолкнут из зоны обитания другие естественные натуральные растения, что приведёт к распаду экосистем. Есть ли реальные риски подобных развитий? Спасибо за хороший вопрос. На него есть сразу несколько параллельных ответов. Первый ответ заключается в том, что в данном случае, когда вы говорите про суперсорняков, речь идёт про одну конкретную модификацию, которую в связи с этим можно рассматривать её риски. Речь идёт о растениях, устойчивых к гербицидам, то есть веществам, которыми поливают поля, чтобы убить сорняков. Действительно, в ходе этого могут появиться сорняки, устойчивые к гербицидам. Это серьёзная проблема. Нужно будет придумывать новые гербициды. Собственно, как то же самое, когда мы используем много антибиотиков, у нас возникают бактерии, устойчивые к антибиотикам. Это не повод отказаться от антибиотиков, это повод разрабатывать новые антибиотики и придумывать рациональные способы использовать эти антибиотики. То есть не всем подряд выписывать антибиотики при первых признаках какой-то инфекции, а смотреть, нужны ли этому человеку антибиотики, какие ему дать антибиотики, и убедиться, чтобы человек пропил курс до конца. Вот то же самое с устойчивыми сортами. Что касается… Там был еще момент про… Что-то я не ответил. Что-то я не ответил. Про экосистемы, точно. На самом деле вопрос про экосистемы — это вопрос, который тоже обсуждается, потому что действительно мы могли бы, в принципе, наверное, сделать какое-то растение, если бы постарались, которое могло бы угрожать экосистеме. Каждый раз, когда возникали подозрения, что есть какая-то угроза экосистеме, было ряд публикаций, в том числе в научных журналах, обычная история такая. Появляется статья, например, там «Погибают бабочки-монарх», потому что используют вот эти генномодифицированные растения. Возникает огромный бум в прессе, все обсуждают, бабочки погибают, ужас какой. После этого проходит год или два, возникает следующая публикация, ученые перепроверили эти результаты, проверили это в полевых условиях. Кто был в лаборатории, а это они провели полевые исследования, и оказывается, что нет, нету этого эффекта в полях. И про это уже никто не обсуждает. Все про это уже забыли, все, бабочки умирают, а последующие исследования не появляются. Но в этой области действительно ведутся дискуссии, здесь есть предмет для обсуждения. Вот если мы говорим про вред ГМО для продуктов питания, тут особо нет места для дискуссии. Про экологические последствия они есть, но как раз проблема этой истерии вокруг безопасности продуктов, она вымывает нормальную состоятельную дискуссию, которая могла бы состоять в других областях, в других возможных сферах риска. Я ответил? Ну давайте теперь посмотрим, у кого еще есть вопросы. Поднимайте руки. Один вопрос невероятный. Три, четыре. Добрый вечер. Очень интересная лекция. Такой вопрос. Предположим, ввели законопроект о запрете импорта или экспорта ГМО. Соответственно, встанет сразу вопрос об экспертизе потока этих товаров. Так вот, насколько на данный момент сложная или простая процедура, такая экспертиза, насколько она затратная по деньгам и по времени? Спасибо. Ну, этот вопрос лучше было бы, конечно, адресовать тем людям, которые этой экспертизой занимаются. У нас, насколько я понимаю, этим занимается как раз не питание РАМ, и Роспотребнадзор, если я не ошибаюсь. Я был некоторое время назад на заседании президиума РАН, где выступал Анищенко. И Анищенко всех уверял, что у них все зашибись. Было еще при нем вся система регуляции, контроля и так далее. То есть люди, которые за это отвечают, они как бы за это ручаются. Я не знаю, как это все устроено. Я могу сказать, как биолог от себя, что, в принципе, проверка на то, что продукция некоторая содержит известные ГМО, те, которые прошли регистрацию, она простая. Это не проблема показать, что продукция содержит или не содержит конкретно эти ГМО. Если кто-то решит, что существующие регуляции вокруг ГМО слишком избыточные, слишком сложные, и захотят сделать ГМО на черном рынке, то тогда такие ГМО вы трудом обнаружите. Вы, скорее всего, не обнаружите. Но их тоже не стоит бояться. Можно вопрос? Так, я слушаю. А, у меня вопрос. Ты про эко-хрюшку рассказывал вначале. Еще какие-то эффекты при масштабировании ГМО положительные? Можешь вкратце какие-то пробежаться самые такие значимые? Те, которые я не рассказал? Вот недавно была статья про то, что сделали яблоко, которое не темнеет после того, как вы его разрезали. Ну, значит, менее портящийся яблоко. Но, в принципе, возможности технологии какие угодно. Вы можете любое свойство из любого. Вы можете делать продукты с новыми вкусовыми качествами. Это из того, что можно в будущем мечтать. Можно сделать продукты другого цвета, если вы хотите, ради прикола. Можно сделать светящихся животных. Есть замечательный такой проект, сделать светящиеся растения. Гоу-плэн, по-моему, называется. То есть маленький цветочек будет у вас генами светлячков. Он светится. Вы можете использовать его, у вас романтический ужин. Вот у вас есть вместо свечей романтические цветочки. Или вы можете посеять их вдоль дороги, и тогда у вас будет такое естественное, наоборот, не искусственное освещение. Понятно, что это не заменит нам искусственное освещение. Оно слишком мощное, чтобы его заменить этими растениями или светлячками. Но вот как символ такого борьбы за зеленую энергетику можно было бы использовать. Но почему-то как раз зеленые этого боятся. Здравствуйте, вот у меня еще вопрос. Вы упомянули то, что с помощью ГМО производят инсулин. А какие в перспективе лекарства или какие-то методы лечения могут быть, ну еще помимо инсулина, с участием ГМО? Да, спасибо. Тоже очень хороший вопрос. Значит, уже из того, что есть. Вот оказывается, что некоторые люди из-за того, что у них там язва желудка или некоторые генетические заболевания, плохо усваивают витамин В. У них не вырабатывается такое вещество, которое называется фактор Касла. И вот этот фактор Касла можно сделать так, чтобы он производился неким генномодифицированным организмом. Тогда вы его употребляете в пищу, и этот фактор Касла оказывается у вас в желудке вместе с этим продуктом, и вы лучше усваиваете витамин В. И вот люди, которые строят этим заболеваниям, им это помогает. Есть, кроме того, целое направление генной терапии, когда мы пытаемся сделать лекарства от генетических заболеваний человека. И уже есть некоторые достижения в этой области. В основном это опыты, проведенные на животных, успешные. Например, некоторые собак научились лечить от гемофилии, благодаря тому, что у них испорчен какой-то ген. Мы берем генетически модифицированный вирус, встраиваем в него правильную, хорошую рабочую копию этого гена, заражаем собаку этим вирусом. Она доносит в нужные клетки этот ген, и эти клетки начинают работать нормально. Некоторые заболевания, некоторые наследственные формы слепоты лечатся таким образом, наследственного иммунодефицита. И есть еще другие примеры, когда это делают. Здравствуйте. Спасибо тоже за доклад. У меня такой вопрос касательно вашей картинки, которую вы предоставили. Вот вы рассказывали про эксперимент, в котором ученые показывали, что кукуруза геномедифицированная не вреднее другого продукта. Вот как вы относитесь к таким экспериментам? Потому что, насколько я понимаю, он абсолютно бессмысленный, потому что там показали какой-то конкретный продукт, результат ГМО. Но можно точно так же создать конкретный какой-нибудь другой продукт, сознательный, ядовитый, и показать, что он ядовитее другой кукурузы. Вам не кажется, что такие эксперименты, они скорее запутывают людей, потому что на поверку можно показать, что он ничего не доказывает? Или я, может, неправильно понимаю? Да, это хороший вопрос, ответ на который тоже сложный, потому что, с одной стороны, я согласен с тем, что, ну, значит, нам, биологам, мне очевидно, что, да, мы, конечно, можем сделать специально ядовитый ГМО, мы можем сделать токсичный ГМО, и от него кто-нибудь помрет. Но мы же этого не делаем. А так, вот, вероятность того, что мы случайно получим ядовитый ГМО, примерно такая же, как если мы увидим новый селекционный сорт, он тоже может по каким-то причинам быть хуже, более опасным. Может быть, в нем производится больше какого-нибудь там алкалоида, типа саланина, который есть в картошке. Вот можно сделать картошку, которая будет более ядовитой, чем обычная картошка просто селекцией. И в этом смысле мы проверяем какой-то сорт в основном для того, чтобы сказать потребителю, что, вот видите, мы проверяли. К нам есть общественный запрос, говорят, а где же ваши исследования о ГМО, где они? Ну вот я привожу, вот они, эти исследования. Потом приходит противник ГМО, говорит, а, это все исследования купленной компанией Монсанто. Пусть они в России сделаны, пусть за государственный счет, все равно купленные Монсанто. Ну, поэтому в этом смысле оказывается, действительно, все бессмысленно. Мы зря мучим бедных крыс, зря их кормим, потому что эти эксперименты никого не убеждают. Вы сделаете полторы тысячи исследований, показывают, что безопасно ГМО, потом выходит одна статья с неправильной методологией о том, что ГМО это опасно, и весь мир о ней говорит. И у нее есть импакт. Вот на этот счет я хотел бы сказать, что да, были целые исследования о том, что именно вот такие разоблачающие типа статьи выходят гораздо чаще, чем те, которые опровергают их. И это вносит такую статистическую погрешность. Так что да, здесь есть такой момент. Может просто не стоит реагировать, потому что вот как вы показали картинку с учеником Рассела, ученые не обязаны доказывать, что он существует. Ну вообще давайте уже последний вопрос. Спасибо большое за лекцию. У меня вот вопрос довольно давно зреет. Как-то так получилось, что рынок сильно монополизирован. Просто там вот есть Монсанты, есть Синьены, еще бельгийцы какие-то, не вспомню название. Там всего три крупных компании. Технология довольно древняя. То есть вряд ли там действует особая патентная защита и всякое такое. Ну просто как бы у бросов с ГМО появляется новый аргумент, что мол, злые корпорации ставят тех в зависимость. Я просто не знаю, что на это сказать, потому что просто сам не понимаю, что мешает заниматься этим кому угодно. Да, хороший вопрос и очень правильный. Потому что мне кажется, что вот я скажу такую странную вещь, вот этот закон, который против выращивания отечественных ГМО, у меня есть ощущение, оно может быть неправильным, что оно выгодно как раз этим самым монополистам. Потому что как вообще, вот есть две действительно компании, основные Монсанто и Сингента. Для того, чтобы создать конкуренцию, вы должны сделать генетически модифицированный организм. Его сделать несложно. Сложно потом пройти через все проверки, убедить, что это безопасно, пройти через бюрократические процедуры, регуляции. Вот если вы сделали селекционный сорт, то вы уже завтра выращиваете у себя наградки, всем продаете семена. Сделать это с ГМО нельзя, чисто по юридическим причинам. Поэтому может быть какой-то баланс того, что ГМО вредно и полезно, полезно, выгодно для этих самых монополий. Позволяет им не допустить появления на рынке каких-то стартаперских компаний. Вот как вот Google возник в гараже, и через некоторое время он стал одним из главных гигантов в мире. То есть примеры такие, в IT-индустрии их полно. В случае с ген-инженерией могло бы произойти то же самое, мог бы возникнуть снизу вверх рост какой-то компании. Это не самый невероятный сценарий, но ему сильно препятствует то, что вам нужно очень много денег. Вот так же, как в фармаиндустрии, для того, чтобы вывести там новые лекарства на рынок, вам нужны миллиарды долларов. Так как для того, чтобы вывести на рынок новые ГМО, вам нужны, ну я не знаю, может быть не миллиарды, но сотни миллионов долларов. Все, спасибо большое. Спасибо.